всем привет youtube привет вот такие железочки из прошлого века ну а сейчас немножко предыстории почему появилось это видео смотрел видео с канала своего товарища посмотрев как он шпаклюет наносит там наращивает свои шпаклевки дабы вывести поверхность задал вопрос почему не пользуется он вот такими вот устройства это потыля с изменяемой геометрии сейчас на есть всевозможные шаблоны которыми можно мерить поверхности врезочка будет можно в китае заказать шаблончик который ставишь померил там 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 и проблем нет можно такими шаблонами пользоваться вы можете померить вашу поверхность по мерочкам и примерно определиться то надо при рихтовке поднять что-то надо забить вещь хорошая и стоит недорого ссылочка еще раз повторюсь под видео будет закреплена но это предварительно при рихтов потыле очки чем универсальные что ими можно не только мерить и использовать их при шпаклевание детали когда нам надо вывести какую-то плоск от современных автомобилях плоскости разные хорошо если допустим попадется здесь она там условно вот так ровно ну все равно она немножко овалом идет а тогда раньше были всякие фигуристые детали но и сейчас их хватает для того чтобы их выводить есть смысл использовать вот такие вещи как меняется их форма крутим вот этот вал и она становится либо впуклая либо выпуклая вот сейчас она примерно ровно берем ее крутим вот она уже стала выпуклой крутим в обратную сторону и вот она у нас уже становится впуклая принцип понятия на наносим метки раньше это было просто карандашиком размечаем задаем нужную форму пользуемся при рихтовки вот так двумя пальчиками за края беремся выводим практически с одного максимум с двух раз получается нужная форма деланы они по моему из зиловской рессоры допустим нам надо сделать какую-то сферу вот мы видим просвет здесь и и отшпаклевать и в процессе рихтовки и в процессе последующей шпаклевки берется это двумя руками накидывается шпаклевочка и потом протягивается вот эти кромки они лишние все снимают и потом мы это все дело проверяем и смотрим как же наша плоскость где надо добавить где убавить и вот эти шпатели применялись и под рихтовку и под шпаклевку и под проверку потом плоскости для чего вот и собственно три вот таких размера была сделана конечно это все не идеал вот поскольку форма детали может меняться вверх-вниз но потом если не получилось так сделать придаем форму так и делаем вот таким образом то есть перпендикулярно на тот момент 95 там 94 год для меня это был прорыв чтобы она можно померить и посмотреть а вот таким шпатель ком можно зашпаклевать и зашпаклевать довольно таки быстро максимально приближена той форме которая нам нужно на выходе сколько не делает этих макетов шаблонов их хранить подходят они не подходят хоть тогда и машин было мало но тем не менее как мы видим капотик у нас имеет вот такую вот форму делать кучу шаблонов на каждую деталь это глупо поэтому была идея создать что-то такое универсальное чтобы можно было пользоваться часто и на всех моделях на всех машинах на всех деталях вот так собственно и родился шпатель который может менять свою форму по необходимости и опять же им можно не только как шаблоном мерить но и при шпаклевке работать как шпателем с изменяемой геометрией сниму размерчики кому-то может это пригодится обкатывали обыгрывали ситуацию пришли к таким размерам длина 85 55 самый маленький 30 по ширине 35 толщина полосы три с половиной ширина и толщина полосы одинаковая на всех что касается кромок они под прямым углом везде как мы можем видеть когда мы протягиваем они срезают все лишнее первоначально пытались закруглять но потом одну сторону закруглили другую оставили ровную и в итоге переделали пришли к такому кто-то конечно может доработает все это под свои нужды все течет все изменяется сейчас много что поменялось можно доработать под себя делиться так делиться вот с тех времен такие напильники были то же самое у них довольно таки крупные зубцы и они очень хорошо и эффективно работали делали ими плоскостя или же допустим вот такой напильники есть и можно было вот вытачивать какие-то хитрые моменты на кузове то же самое довольно таки эффективного здесь зубцы поменьше немножко потом эту шпаклевочку вычищали металлическими щуточками потом уже попозже в продаже появились вот такие рихтовочные напильники с изменяемой плоскостью здесь уже мы видим сменяемые лезвия были они двухсторонние то есть поработал убилась эта часть переворачивается другой стороной и работается дальше то же самое он хочешь в буквы хочешь выпуклый применялись и при рихтовки и при придании нужной форме на шпаклевке тоже самое но это уже было потом 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 а раньше вот пользовались такими штуками да можно конечно брать шпатель брать его или самодельно или какой-то брать его выгинать в нужную сторону или вот так придавливать и выводить но в данном случае работая вот таким инструментом быстрее и эффективнее но опять же ко всему люди привыкают решили сделать такое сделали благо по тем временам это было недорого и можно было что-то придумать и воплотить в жизни сейчас конечно намного сложнее сакарями и фрезеровкой час иной раз дешевле либо сделать самому либо заказать купить где-то это китае вот такой вот есть довольно таки простой способ вот это кому-то поможет естественно кто-то может об этом знал давным давно все что это показывается это еще раз повторюсь это 90-е годы середина 90-х году тогда и таких претензий не предъявлялось качеству работ но все-таки даже в те времена хотелось делать свою работу качественно красиво дабы выгодно отличаться от других но и для того чтобы это делать придумывались разные приспособы и все это воплощалась жизнь я думаю кому все это интересно все все поняли если вам видео понравилось ставим лайк ну не понравилось ставим дизлайк кому-то все же это видео пригодит на этом рассказ о шпателечках завершаем гена привет вот как раз ответ на твой вопрос на сегодня все всем пока пока до встречи хороших вам удачных работ